Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ведущий Александр Гурарье и на связи с нашей студией Цви Маген, политолог, экс-пасов Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер. Добрый вечер. По некоторым данным, чуть ли не треть своей армии перебросила границу, а может быть и половину армии, никто точно не знает. То есть происходит такое противостояние. Уже подобное было в нашей недалекой истории. И тогда все это разрешилось после разговора Путина с президентом Соединенных Штатов. Что сейчас происходит? Насколько реально угроза настоящего военного столкновения? Ну действительно, в СМИ, всех СМИ практически проходит информация, что вот якобы обе стороны, сейчас скажем, то такие стороны сконцентрировали на количество войск или других, скажем, видов вооруженного воздействия. Не обязательно только войскам, достаточно еще угрожать. И, например, я хочу напомнить еще воздушное, морское и другие варианты. Но в принципе, речь идет о том, что якобы Россия сконцентрировала на границе с Украиной 90 или 100 тысяч войск, смотря кого читать. И, соответственно, Россия утверждает, что это не так, но как раз с другой стороны НАТО перебросило в регион, скажем, условно, свои войска. Это уже кроме тех войск, которые, значит, Польша, польские войска, другие там страны, члены НАТО в Восточной Европе. Ну и сама Украина, естественно, там концентрирует еще много чего другого. И в этом контексте получается, что обе стороны концентрируют войска, и каждый утверждает, что НАТО этого не делает, и наоборот обвиняет другую противоположную сторону, что как раз с их стороны ведется это, идет эта провокация, и непонятно чего добивается каждая из сторон в этом отношении. Я должен заметить, что если речь идет, конечно, о военных действиях, не исключено, всегда можно их начать и провести, и так или иначе чего-то там добиться. Но мне это кажется, конечно, неестественным и нереальным, что та или иная сторона намерена начать, скажем, военный конфликт и задействовать те или иные виды вооруженных сил для того, чтобы решить вопросы. Да, есть, значит, на фоне этого процесса есть противостояние России с Украиной или России с Западом, касающейся статуса Украины, касающейся статуса Крыма и Восточной Украины, и Минских соглашений, которые уже не работают, и требования от Украины, скажем, сотрудничества с Россией, это с одной стороны с Россией, и требования от России, чтобы так или иначе ушла с территории, оставила в покое Украину, и все вернется на свое место. Примерно это основная тема, скажем, противостояния, хотя и другие тоже. Между Россией и Западом не все просто, не все гладко, и идут противостояния. Я считаю, что все это, так или иначе, хотя бы ввязано действительно с этим вопросом, касающимся статуса Украины или вообще отношений в этом регионе, но это не более, чем на данном этапе, скажем, бряса не оружием, так говорят по-русски, показать, что мы готовы и мы серьезно относимся к этой возможности и не исключаем даже военное развитие событий. Я лично считаю, что это пока не произойдет, все это направлено как раз в, скажем, психологическом направлении. Вот примерно оценка обстановки. То есть, типа, держите меня трое, а то я сейчас разойдусь. Из этого не следует, что отношения они позитивные, нормальные, но из этого следует, что да, есть много нерешенных проблем, которые пытаются так или иначе решить уже достаточно долгое время, и пока на данном этапе этого не произошло. Хорошо, чего добивается Россия? Мы говорим о том, что концентрация войск с обеих сторон есть, об этом говорят объективные источники информации. Сейчас в наше время скрыть такое событие практически невозможно, масса спутников висят на всей этой территории. Давайте разделим, кто чего добивается. Чего добивается, почему именно сейчас Путин решил сконцентрировать там войска? То есть, зачем ему нужно это именно сейчас? Не глобально, а вот сейчас? Если сейчас, то практически Украина занимает второстепенное место в этом ребусе, если хотите. Основное противостояние между Россией и Западом, в частности Соединенными Штатами, идет достаточно жесткое противостояние ныне, ввиду тех или иных чаяний, требований, спора, желания достичь каких-то там международных результатов на глобальном уровне. И я не уверен, почему это не происходит в более спокойных тонах. Я хочу напомнить, что уже были контакты России с Соединенными Штатами и с Европой по разным вопросам, касающиеся и Украины, и не только. И есть предложения, касающиеся других регионов, в частности Ближнего Востока, урегулирования вопроса с Сирией, с Ираном, если хотите, и дальше. Но вдруг есть резкая смена курса, и почему-то происходит не до конца, объясняет, во всяком случае, в СМИ. Есть мнение, что речь идет, в конце концов, о противостоянии по этому вопросу самой России. Есть, скажем, оппозиция к этому, к этой политике, приближение, скажем, развитие отношений с Западом. И в этом контексте Россия намерена так или иначе, в конце концов, добиться своего. А именно, я хочу напомнить, что Россия находится в состоянии давления, что в России есть проблемы с Западом, в частности с санкцией по вопросу Украины, касающиеся, скажем, Крыма и других требований Запада, чтобы она урегулировала, чтобы она урегулировала, начиная с 2014 года, до данного этапа вопрос не решен. У России проблема в экономическом плане, и Россия хотела бы так или иначе этот вопрос закрыть, но Запад наставит на своем и никакие, скажем, компромиссы по этим вопросам и требует от России тех или иных, скажем, уступок и так далее. Россия без решения этого вопроса не намерена, скажем, выступать против своих же интересов, но это одна составная. Другая составная, это не только вопрос Украины и даже не только Ближнего Востока, это, вероятно, вопрос антизападного блока между Россией и Китаем, и Ираном, который в той или иной мере существует и реализуется, и Запад не готов с этим вероятнее всего мириться и требует от России изменить именно этот внешнеполитический курс против Запада и, наоборот, принять участие в давлении на Китай и на других там региональных, скажем, игроков. И поэтому вопросы в России не все гладко, потому что есть разные, я уже сказал, разные мнения, есть противостояние, есть попытка как-то оказать давление на свое собственное руководство, имеется в виду в России, для того, чтобы этого не допустить и для того, чтобы продолжить именно этот противоположный курс, но против этого, как говорят, уже нет, как говорится, приема, и вопрос завис в воздухе. Вряд ли всего речь идет в основном о давлении, на психологическом давлении, на Запад, требуя уступок, требуя возвращения вопроса и санкций Украины, и взаимно со стороны Запада идет в воздухе давление на Россию, и опасаясь ее вмешательства в Украину, и реализации этой угрозы, и Запад тоже, так или иначе, бряцает тем же оружием, пока не ясно в каком объеме, но вряд ли всего что-то там происходит. То есть, параллельно все они сидят в Вене вместе, решая вопросы, касающиеся и отдельной сделки с Ираном, продолжается контакт по вопросу регулирования, скажем, политического будущего в Сирии, вообще на Ближнем Востоке и много чего другого, так что эти процессы идут параллельно, еще непонятно, куда это разовьется. То есть, практически, если я правильно вас понимаю, ситуация повторяется, и получается, что просто как бы Путин решил осуществить давление для того, чтобы поторговаться? Ну, можно и так. Упрощенно немножко. На разлуче, как минимум, это оно и есть. А намерен ли Путин сейчас реализовать военное вторжение, скажем, в то или много соседнее государство, я очень сомневаюсь, у него достаточно рычаговое влияние, вряд ли всего Украина не сегодня до конца готова уступить, но это другой вопрос. На самом деле, не так начинается война, но так происходит давление, да. Давайте посмотрим с точки зрения Украины, с той стороны. Зачем Зеленскому надо, вот он, так сказать, сконцентрировал войска, послал, то есть, понятно, то есть, имитация действия, что вот они нас, а мы тоже, а мы вот тоже просто так не сдадимся, ни шагу назад, все это правильно. Куда направлена его риторика? Во-первых, хочу напомнить, что действительно противостояние России с Украиной охватывает много областей вопросов, и не только геополитически, но еще есть другие виды давления. И в Украине, вероятнее всего, полагают, что Россия хочет добиться того или иначе, добиться реализации определенной негативной политики по отношению к Украине, скажем, ее ликвидировать как самостоятельное государство, и так в лучшем случае, или просто заставить ее сменить внешний политический курс, остаться в районе влияния России. И с этим Украина, вероятнее всего, не так согласна. Минское соглашение или попытка договориться до данного момента не реализовалась. И в этом отношении Украина опасается, что Россия действительно намерена так или иначе осуществить эту угрозу, которая намекается этими концентрациями и другими видами действий. И поэтому она реагирует достаточно, скажем, жестко, нервно, если хотите, и пытается оказать ответное давление, привлечь помощь со стороны соседей, со западных соседей. И не исключено, что есть мнение, что Украина может добиться вывода, скажем, российского влияния с территорией Украины, имеется в виду Донбасса, и захватить эти территории. Я не очень верю в эту возможность или в эти намерения, но в России есть какая-то сложность считать, что Украина готовит тот же Зеленский, готовит, скажем, силовое освобождение Донбасса, и это означает конфликт с Россией. Хорошо, давайте теперь посмотрим с третьей стороны, со стороны НАТО. То есть, если Зеленский готовит какое-то силовое воздействие, то, естественно, он рассчитывает на серьезную поддержку НАТО, самому ему, конечно, там, извините, нечего ловить. А насколько, на ваш взгляд, НАТО готово вписаться и таскать каштаны для Зеленского? Не совсем, не до конца, конечно, нам, обозревателям понятно. До данного момента, все эти годы, начиная с 2014 года, НАТО, несмотря на, якобы, ну, вполне определенную готовность принять Украину, скажем, в свои объятия, вступить в Евросоюз и в НАТО, и отойти от России, не реализовал этого намерения до данного момента, или опасаясь реакции России, или просто не готовы принять Украину в данном виде, скажем, в свои ряды, не знаю, не знаю конкретной причины, но этого не произошло. И НАТО до данного момента, несмотря на это, все же пытается, во-первых, дать Украине какую-то возможность противостоять давлению России, и не желает, не имеет намерения оставить за Россию, скажем, пространство, ее влияние, ее давление на соседние, скажем, бывшие республики Советского Союза, и намерен в какой-то мере их поддержать, тем более, что в данном случае речь идет о силовом давлении и захвата территории. Но не более этого на данном этапе. НАТО не намерен сейчас, и Зеленский, соответственно, как основной игрок по этому вопросу, реализовать те или иные силы выхода, не намерены, не в состоянии, они просто пытаются как-то защитить себя, или, скажем, проявить ответное, скажем, влияние, давление, но не более этого. То есть вопрос чисто престижный. Не престижный, это психологическое противостояние, это давление. Так ведется внешняя политика вообще на глобальном уровне, давят друг на друга, угрожают, это угроза, конечно. И пытаются так или иначе задействовать разные ходы и выходы. Не исключение, в Восточной Европе это не исключение. Хотя сейчас-то самая горячая точка, по-моему, на международной арене. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с своим агентом, политологом, дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok